76-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда в нашем районе, как и по всей Кубани, было посвящено немало интересных акций и мероприятий. Мы расскажем о военно-исторической викторине, в которой ребята соревновались в знании и подробностях героической обороны осажденного Ленинграда. Это лишь первая викторина, посвященная сороковым пороховым. Все они будут проходить под общим названием «Великий подвиг великого народа» и будут посвящены важным сражениям Великой Отечественной войны. В Малый зал городского дома культуры приехали 16 команд, учащиеся славянских школ, студенты техникумов и филиала Кубанского госуниверситета, а также команды из Крымского и Абинского районов. И пусть легендарные сражения остались в прошлом, это не значит, что их нужно предавать забвению. Так считают все, кто принял участие в военно-исторической викторине. Как я, так и моя команда, мы очень любим историю. Нам очень интересно узнать что-то новое и также поделиться своим опытом с нашими сверстниками, завести новые знакомства. Мы не должны забывать о великих подвигах наших предков, обязаны хранить эту память и передавать ее другим. Историческая память в наше нелегкое время – это не просто предмет исследований ученых и поисков краеведов. К сожалению, в ряде стран, желая получить какую-то сиюминутную выгоду, берутся полностью переписывать историю Второй мировой войны, искажая факты. Этому нужно противостоять, рассказывая нашей молодежи правду о той далекой и вместе с тем близкой нам войне. И многие ребята и стараются участвовать в наших викторинах. Ну а вторая часть – это, значит, сегодня у нас идет очень сильная фальсификация итогов Второй мировой войны. Наверное, все слышали, что Польша принял решение, Европарламент принял решение, противореча вообще всем законам. Поэтому мы должны открывать людям правду, говорить правду, и чтобы наши дети знали потом, кто победил и как победил. В ходе викторины ребята отвечали на вопросы о военных операциях и событиях, подвигах и знаменательных датах периода блокады Ленинграда, о военачальниках, орденах и медалях, вооружении тех лет. В итоге были определены лучшие. Третье место заняла команда «Наследники пообеды» из Славянского электротехнологического техникума. Первое и второе места с равным результатом разделили команды «Патриот» Славянского сельхозтехникума и за родину 17-й средней школы. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов. Программа «События». Программа «Славянского»